Украина создает полетную зону над Крымом. Сколько у России осталось комплексов ПВО? 17 апреля 2024 года по аэропорту в Джанкое был нанесен удар, который вывел из боеспособного состояния один из дивизионов 18-го зенитно-ракетного полка армии РФ. Новость многих обрадовала, и тогда ряд экспертов сделали осторожный вывод, что это только начало процесса выбивания российской ПВО из Крыма, чтобы открылось небо над временно оккупированным полуостровом. По состоянию на первую половину июня уже можно смело констатировать, да, этот процесс идет полным ходом. С середины апреля силы обороны Украины вывели на системный уровень удары по территории полуострова Крым баллистическими ракетами М-39А1, а так МСБЛОК-1, стоимостью чуть менее полутора миллионов долларов каждая, но наносящими гарантированный урон комплексам российского ПВО стоимостью более миллиарда долларов. Давайте считать, Китай приобрел у России четыре дивизиона С-400 за 3 миллиарда долларов в 2015 году, а Турция в 2019-м за те же четыре дивизиона заплатила 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, стоимость одного дивизиона, в составе восьми пусковых установок и двух-трех радиолокационных станций, составляет от 650-700 миллионов долларов. На сегодняшний день в Крыму уничтожено, повреждено и в целом выведено из боеспособного состояния минимум три дивизиона С-400. И не только их, ведь командование российских оккупационных войск сейчас пытается компенсировать потери на полуострове Триумфов, которые не имеют аналогов в мире, советскими фаворитами, комплексами С-300. Что же из себя представляет российское ПВО в компоненте большого радиуса действия? А точнее, сколько у сверхмощной России пусковых установок? Согласно открытым данным, у России имеется на вооружении следующее количество средств противовоздушной обороны большого радиуса действия, по состоянию на начало 2024 года. С-400. Воздушно-космические силы РФ – 248 пусковых установок, или 31 дивизион, или 12 полков. Морская авиация РФ – 104 пусковых установок, или 13 дивизионов. С-300 всех модификаций. Войска ПВО – 90 пусковых установок, или 11 дивизионов. ВКС РФ – 310 пусковых установок, или 39 дивизионов. Морская авиация РФ – 96 пусковых установок, или 13 дивизионов. Некоторые из цифр могут кинуть в холодный пот. Это же сколько Украине еще нужно выбивать весь этот потенциал, на первый взгляд, бесконечный. Но на самом деле именно для России ситуация складывается катастрофически. Займемся занимательной математикой. Полуостров Крым прикрывали два полка, а именно 18-й и 12-й ЗРП, то есть полуостров площадью 27 тысяч квадратных километров неэффективно прикрывался двумя полками, оснащенными изначально С-400. Территория же Российской Федерации – 17 миллионов 98 тысяч 246 квадратных километров. То есть, чтобы закрыть ее хотя бы на том уровне, на котором до недавнего времени был закрыт Крым, комплексов полкового комплекта большого радиуса действия необходимы минимум 1266. А их что не имеющих аналогов в мире, в кавычках, С-400 что устаревших С-300 всего 44. Да, всего 44 полка на всю необъятную Россию, большая часть которой, как можно сделать вывод, это одно сплошное белое пятно в вопросах защиты ПВО. Обычно, когда мы говорим о С-300 или С-400, у многих возникает картинка с парадов на Красной площади в Москве, где по брусчатке пафосно разъезжают эти комплексы, а дикторы с придыханием рассказывают, что они могут сбивать все и вся. Но в основном россияне показывали транспортно-пусковые установки 5П-85 и 2, не самое главное звено во всем комплексе. А самыми важными элементами С-400 являются панорамная дециметровая РЛС-91Н6Т, многофункциональная РЛС-92Н6 или 48С6К1 подлет, если повезет с такой комплектацией. Без радиолокационной станции любая ПВО – ничто, бессмысленно и бесполезно. И в то время, как на производство пусковых установок особо много времени не уходит, производство РЛС – это самый ресурсный энергозатратный процесс, причем напрямую зависящий от поставок контрабандной электроники. И силы обороны Украины бьют на самом деле не столько по тачанкам с контейнерами, в которых находятся ракеты 5 в 55, а именно потому, что эти ракеты направляет и ими управляет. И если после уничтожения нескольких пусковых установок оккупанты смогут забрать им на замену пару-тройку из района Брянска, Курска или Белгорода, то вот с РЛС так не получится. Удары наносятся по самой болезненной и уязвимой к малейшим повреждениям и крайне непросто компенсируемой компоненте во всем комплексе. Еще на начало 2024 года Крым был на втором месте после Москвы по степени защищенности и эшелонированности систем противовоздушной обороны. Но по состоянию на начало июня это уже не так. В результате удара в ночь на 10 июня в районе Джанкое были выбиты уже не только комплексы С-400, а и С-300. То есть после апрельских потерь дивизион 18-го зенитно-ракетного полка постарались спешно восстановить, но лишних С-400 под рукой не оказалось. А почему? Наверное потому, что в 2024 году и С-300, и С-400 стали выноситься силами обороны Украины в режиме нон-стоп так, словно это не не имеющее аналогов в мире высокотехнологичная система ПВО, а средневековая катапульта. Удары по сети систем ПВО в Крыму значительно расширяют возможности для будущей перспективы вывести на системный уровень применения по полуострову не только баллистических ракет, но и дозвуковых крылатых, авиационного и наземного базирования. Это касается как штормшедов и скальп ЕГЭ возможно даже в перспективе АГМ-158 Джасм, так и чисто украинских и беспощадных Р-360МЦ Нептун. То есть посредством выбивания российской ПВО над Крымом не только создается полетная зона для украинских ракет, а возможно и не только для них, но и параллельно организуется еще больший дефицит пусковых установок С-300 и С-400, особенно крайне проблематичных в производстве РЛС. Получается, что демилитаризация России на всех уровнях идет строго по плану. Хотя в 2022 году речь велась совсем по другой стороне.